Конечно же, вот эти вот огромные состояния, нажитые путинскими дружками по непонятным причинам, должны быть подвергнуты ревизии и инспекции. И это будет, вне зависимости от того, думаю, я это и не думаю, и сами они это отлично знают. Например, уверен, что одной из главных целей новой России будет борьба с бедностью. Потому что Россия – это богатая страна бедных людей. Те неправильно нажитые средства, они должны пойти в фонды, которые будут заниматься вот этим. Для того, чтобы у нас не было такого количества несчастных, нищих людей. Их быть просто не должно. С коррупцией исторически есть два способа борьбы. Есть способ эффективный – взять всех, немедленно расстрелять, посадить и так далее, потому что при Сталине особенной коррупции, как мы знаем, не было. Есть другой способ, менее что ли действенный, но надежный. Это обычные демократические институты параллельного контроля. Когда есть народные избранники, настоящие депутаты, когда есть независимые суды, когда есть пресса, которая вовсюду сует нос. Коррупция при этом все равно есть, но удерживается в определенных, так сказать, каких-то рамках обычно. Когда нет ни того, ни другого, то всякий начальник получает полную полноту власти на своем участке и зависит только от вышестоящего начальника. Значит, единственное, что ему нужно, это понравиться начальнику, который над ним, вокруг него и под ним ему наплевать. Так было еще, я не знаю, со времен Ивана Грозного. Продолжение следует...